Давайте мы начинать будем, потому что сегодня время сжатое. И, скажем так, на 13.00 здесь вот, Николай Челес, собрались наши члены бюро, общественники, которые сегодня у нас поддерживают, будем говорить, Компартию, отделение Коммунистической партии, такой республики Калмакий. Уважаемые друзья, я хочу вам представить депутата Государственной Думы Арифи Николая Васильевича, секретаря Центрального комитета партии, члены президиума Центрального комитета партии. Кроме этого, он еще является первым заместителем комитета по экономике, по промышленности и по инвестициям. Ну, коротко, я хочу так сказать. В связи с тем, что вот плотно у нас график плотный, значит, если у кого-то какие-то вопросы есть, просил бы задать, значит, Николай Васильевич будет находиться здесь три дня. Сегодня, значит, у нас сегодня встреча с вами, затем, значит, встреча будет у председателя Народного права Республики Калмыкия, значит, потом ВГТРК, вечером где-то часов в 19 часов будет встреча с предпринимателями Республики Калмыкия. Завтра мы уезжаем в поселок Комсомольский, там будет встреча тоже с активом. Николай Васильевич хочет отчитаться, значит, по работе в Государственном Думе. Потом после обеда где-то в 5 часов будет село Приютное. Село Приютное. Третий день, это будет, значит, в городе Листа, будет встреча, значит, с культурой, будем говорить так, с представителями нашей культуры. Вот. Технике, как называется? Колледж искусств, да? Да, колледж искусств. И потом нас пригласили на встречу для вручения выпускникам дипломов, это филиала Московского университета. Вот. И после этого, значит, Николай Васильевич отбывает другой регион, город Астрахань, Астраханского области, тоже будет отчитываться. Понятно, да? Цель пребывания и всего остального. Николай Васильевич, вам слово, если что. Спасибо. Ну, мы действительно не встречались долго, только из-за того, что вот эта пандемия ковида в прошлом году не дала возможность съездить никуда, ни в Астрахань, ни в Волгоград, ни в Калмыкию, потому что везде были гарантийные меры, и страшно выезжать, заедешь туда, отсюда не выпустят, и потом живи здесь, как хочешь. Поэтому никто никуда не ездил. Да, мало того, и запрещено было собираться. И сегодня в Москве тоже ограничивают по всем статьям. Ну, я вам так скажу, вот по всем этим ограничениям. Буквально вчера я опубликовал статью свою по этому вопросу. Я изучил все материалы по ковиду, высказывания всех ученых, исследовательские документы. Я никого ни за что не агитирую, но я хочу сказать, что болезнь, ковид, это она коммерческого свойства. Потому что, ну, вы не думайте, что мошенники, спекулянты существуют только вот в России, в одном городе, в одной администрации. Нет, на мировом уровне мошенников еще больше. Вот вы помните, наверное, была борьба с фреонами. Якобы фреоны, которыми заряжали наши холодильники. Вот эта вот утечка фреонов делает озоновые дыры в нашей атмосфере. И из-за этого теплеет климат в нашей стране. И из-за этого, значит, мы скоро сгорим от солнечных лучей, потому что много озоновых дыр. Оказалось, совсем все просто. Производители фреона боролись с производителями азота. Можно же холодильники азотом заправлять. Вот победили азотники, а фреоны запретили, прекратили производить. На самом деле, озоновые дыры как были, так и есть. И несмотря на то, что фреоны не вырабатываются, тем не менее, озоновые дыры так и есть. И потепление климата, можно сказать, и нет ни к слову, потому что за тысячу лет потеплел климат всего на полтора градуса. Это не связано ни с какой деятельностью. Сейчас, вот я буквально был на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Опять президент Рыск, Всемирный банк, Международный военный фонд начали бить тревогу о том, что у нас много выбросов атмосферы, углекислый газ, значит, создаёт прониковый эффект, от чего климат на Земле становится всё теплее и теплее, и, наверное, мы скоро опять сгорим, теперь уже не от фреонов, а от углекислого газа. Ну, то есть, это та же самая забава, это то же самое, потому что сейчас уже создали международную организацию, ей надо платить членские взносы, она будет штрафовать, у кого выбросы большие, и там вращается огромный капитал до 260 миллиардов долларов в год. Вот и всё. Вы помните, был птичий грипп, свиной грипп, но тогда ещё не знали, как применить это. А вот сейчас я руководствуюсь только вот высказыванием академика Чичагова. Вирус есть, и не один, и они все живут у нас, в наших организмах. Весь вопрос в том, что этот вирус сможет спровоцировать какие-то болезни или не сможет. Если организм ослаблен, если лекарства недоступны, если вовремя врачи не вмешиваются, то человек умирает. От воспаления лёгких, от сердечной недостаточности, от чему угодно, какие болезни у него есть, от того, как он убирает. Если взять статистику, то за прошлый год у нас смертность была ниже, чем в 2019 году. И вдвое ниже, чем в 2018 году, когда не было никакой пандемии. Поэтому вот эта истерия, она связана с тем, что определенные круги финансовые хотят нажиться на этом. Ну, представьте себе, первоначально заявили, что вакцина стоит 12 тысяч, потом 18 тысяч, потом, наконец, в правительстве смекнули, что платить-то из бюджета придётся, и установили 1942 рубля за две дозы вакцинации. Вот если привить всё взрослое население, это будет где-то 100 миллионов человек, то наши производители вакцины получат 192 миллиарда рублей. Хорошая сумма. Хорошая. Мы вот на детей войны не можем найти 150 миллиардов, а вот 192 в бюджете запросто находят никаких вопросов. Кто возглавил? Вот самое главное вызывает вопрос, а кто возглавляет всё это? Кто пустил эту панику? Герман Греф, руководитель Сбербанка. Он выступал на Международном экономическом форуме позапрошлом году и орал там, что при населении земли, что людей слишком много, земля наша не в состоянии прокормить, надо сокращать поголовье людей. Как сокращать? А вот можно сокращать, развязать мировую войну, а можно пандемию, а можно эпидемию, а можно лекарства не давать, а можно здравоохранение закрыть. Ну, у нас здравоохранения, можно сказать, уже нет. У нас было 12 тысяч больниц, сейчас осталось 5 с половиной. У нас было 2 миллиона 200 тысяч койко-мест в больницах, сейчас осталось 1 миллион 140, и то вот эти вот 140 прибавили ради ковида, вот эти ковидные палаточные городки, вот ещё 140 тысяч. В два раза сократили. Дневные стационары, они, в общем-то, не лечат. Преподавание, обучение докторов стало на самом низшем уровне, и в результате лекарства отдали на откуп бизнесу. Сегодня некоторые лекарства выпускаются пустой, мел, там нет никаких лекарственных средств. Ну, а в результате, вот она и смертность. Ну и потом, да, смертность от ковида в прошлом году составила 140 тысяч человек. Это не больше и не меньше, чем в прошлые годы. И даже меньше иногда, чем в 2018 году, допустим. Зато от сердечно-сосудистых заболеваний умерло 500 тысяч, 300 тысяч умерли от онкологических заболеваний. 800 тысяч против 140. Так вот лечить-то надо, наверное, сердечные болезни, онкологию, а у нас всё позакрывали, всё на коммерцию отдали. А в результате сегодня лечения-то никакого нет. Я вот, у меня оборвались связки на плече, я пошёл в больницу, мне говорят, надо операцию делать, государственную. Я думаю, да-ка я проверю. Проверить хотел коммерческой. Мне нашли хирурга хорошего, я к нему пошёл. Он говорит, да, в общем-то, несложная операция. Приходите, утром придёте, вечером уйдёте, всё сделаем, подтянем. Стоит это удовольствие 184 тысячи рублей. Всего-навсего. Ну что, я пошёл всё-таки в свою клинику, где операцию сделали. Но самое интересное, вот в этой клинике, в частной, мне сказали, утром придёшь, а вечером уйдёшь. Ну, мы все не люди, лежали в больнице, так что, вроде бы устраивались. Но вы меня извините, меня там три дня готовили к операции до операции, и три дня ещё я пролежал под наблюдением врачей после операции. Вот это правильный подход. А если бы я ушёл из больницы сразу после операции, а чёрт её знает, может быть, у меня случился шок, я бы умер. Тогда хирург бы сказал, ну, я зашил всё нормально, нормально, но все вопросы не ко мне. Вот так лечит сегодня медицина частная. Поэтому, когда мы говорим какие деньги вращаются вокруг ковида, 67 миллиардов долларов требуется для закупки вакцины во всём мире. И сегодня, вот они даже не стесняясь, пишут в газете «Известия» о том, что наши фармакологические эти фабрики будут бороться за своё место вот в этом пироге в 67 миллиардов долларов. То есть бороться будут не с ковидом, а за деньги, вот за эти деньги. А мы тут при чём? А мы оказались как стадо баранов, не знаем, что делать, то ли прививаться, то ли не прививаться. Вот сейчас в Москве. Элементарная вещь. Народ уехал в отпуска. Вакцинироваться стали меньше. Эти производители вакцины убытки несут из-за того, что никто вакцину не покупает. И вот по телевизору смотрите и по рекламу. И тут Сагалинов ввёл на экзамен не допустим. Давайте вакцинироваться, справку не дадим, вакцинироваться. С работы выгоним, если не провакцинируешься. Загоняем везде. Вчера говорили, что детям до 18-летнего возраста не надо вакцинироваться. Сегодня говорят, всех надо вакцинировать. Раньше говорили, на год вакцинации будет. Теперь говорят, полгода надо. Ещё чуть-чуть подожмут, если народ не будет вакцинироваться. Каждый месяц заставят вакцинироваться. Но это что такое? Но вы запомните одно этим делом руководит Греф, который хотел уничтожить половину населения Земли. Что они нам вливают сюда? И какие последствия будут? Это ещё потом надо разобраться. Поэтому тут каждый сам по себе, вот академик Чичагов, он сказал так, что эти вирусы всем живут в нас. они существуют и не активируются, пока мы здоровы. Как только организм ослабел, так начинается болезнь. Чаще всего это лёгкие, но я вам так скажу, почему лёгкие. Да потому что без пандемии у нас 50 миллионов человек в нашей стране имеют проблемы с органами дыхания. 50 миллионов это больше третьих населения. Вот почему в первую очередь корид и обостряет болезни лёгких. Он обостряет и сердечные болезни и все остальные другие. Поэтому Чичагов сказал так, эпидемия кончается тогда, когда кончаются деньги на борьбу с ней. Вот так вот. А тут уж хотите верьте, хотите нет. вот академик сказал так. Вообще-то говоря, вы знаете, вот это вот мошенничество на всех уровнях и на международном и на российском. Ну, а в России у нас одни мошенники. Начиная с самого верха, с Кремля и кончая всеми низами. Одно мошенничество сплошное. Ну, что вы хотите? Как можно доверять президенту, у которого министр обороны проворовался Сердюков, а его только повысили. Перевели в другое ведомство, в Ростех. Он стал получать зарплату еще больше, чем раньше. Его подругу увели от ответственности. Что не губернатор, тот жулик. Что не глава администрации, тот вор. И всех держат, и всех прикрывают, и всех прикрывает президент. Ну, отсюда у нас и такие вот успехи. мы с вами все возмущаемся тем, что проходит в нашей стране. И возмущаться можно до бесконечности, но надо как-то сопротивляться, перестать быть баранами и идти на поводок у них. Вот буквально вчера была на Пушкинской площади в Москве акция протеста. Вышли люди для того, чтобы как-то обратить внимание властей. Перестаньте баловаться этой вакциной, в конце концов. Перестаньте баловаться. Ну, и что? Похватали всех, каталажку развезли. Это такая у нас демократия. Если бы только это. Вот закончился у нас созыв. Седьмой созыв. Чем он ознаменовался? Но тем, что мы еще больше убедились, что мы живем в оккупации, что нами руководят, что у нас президент это марионетка в руках Международного валютного фонда, Всемирного банка, Всемирной торговой организации, Всемирной организации здравоохранения. И сколько мы не поднимали вопрос о том, чтобы выйти из этих международных организаций, потому, что они диктуют нам не те условия для жизни и работы, а ничего не получается. Вот при мне Кандализа Райс в Петербурге на экономическом форуме сказала вице-премьер там вам в России надо повышать пенсионный возраст, иначе у вас не хватит денег на социальные нужды. Она просто сказала вот так вот. Но извините, если Кандализа сказала вот так вот, то это значит тут же под козырек и буквально через три месяца начали вопрос о повышении пенсионного возраста. У нас Всемирный Банк реконструкции и развития в прошлом году в декабре сказал, что надо сократить количество нормативных документов регламентирующих строительную отрасль. И пожалуйста президент Путин в этом году вот в июне месяце на экономическом форуме сказал, что нам надо сократить все эти излишние острые гостые снипы и оставить из десяти тысяч только три тысячи. А кто сказал? Ты что сидел считал? Ты чего понимаешь вообще в строительстве? Ты разведчик. Ну и занимался бы шпионажем каким-нибудь. Ты с какой стати сказал, что семь тысяч надо уничтожить? Если у нас на сегодняшний день ломаются эти аквапарки, ветром сдувают крыши, если горят эти хромые лошади все, то завтра мы отметим строительные нормы и правила, дома будут падать прямо во время строительства, потому что будут использовать самый негодный цемент, самые некачественные строительные материалы, все будет рушиться. зачем президент это сделал? Он сделал по указанию Всемирного банка. Нам Международный валютный фонд позапрошлом году сказал, что у вас 33% государственной собственности, она мешает на конкурентных рынках, давайте сокращайте. На самом деле у нас не 33%, у нас меньше 10% государственной собственности. Но зачем подбивают, чтобы не было у нас государственной собственности, а чтобы захватить наш нефтегазовый комплекс. Фонд приносит дорогу. И тут же Мишустин буквально в феврале прошлого года издает распоряжение о приватизации государственных предприятий по 10% в год и сокращение на 10% акций акционерных обществ тоже в год. Если у нас на сегодняшний день в наше государственное предприятие осталось только половина акций, то через 5 лет у нас не будет никакой государственной собственности. Но вы меня извините, мы теряем даже только по дивидендам триллион рублей, мы его не найдем больше нигде. Но если будут покупать наши акции, то только иностранцы. А у нас сегодня 65% больше половины предприятия принадлежат иностранцам. И когда во время ковида Мишустин пришел, мы начали говорить, надо помогать нашим предприятиям выходить из карантинных мертвых. А кому помогать, если они все иностранные? Если 44 тысячи предприятий зарегистрированы в офшорных зонах, они не наш по регистрации, а эти, возьмите Русал, это целая империя промышленная, там 9 алюминиевых заводов, 11 блоков, 12 автомобильных заводов и 4 авиационных завода, и еще по мелочи. И все это принадлежит Соединенным Штатам Америки. На нашей территории дрель, гидроэлектростанция Красноярская и Саяна-Шушинская принадлежат Соединенным Штатам Америки. И мы должны им помогать. Как помогать? А в результате получается так, что вот они захватили все это наше состояние, а мы ими командовать не можем. И тот же Всемирный банк говорит, что вы издаете нормативные документы, чтобы иностранные инвесторы чувствовали себя вольготно. Они так чувствуются вольготно. Они приезжают, скупают нашу недвижимость не для того, чтобы извлекать прибыль, а чтобы ее закрыть и убрать с конкурентного рынка наше предприятие. Вот и все. Но вот тут мне вопрос записали, почему я за ВТО. Я наоборот против ВТО. ВТО это Всемирная торговая организация. Я еще 24 года назад внес законопроект о выходе из ВТО. Вы знаете, аргументация убийственная. Мы кроме убытков, штрафов, ничего от этой организации не имеем. Мало того, она нас контролирует по выпуску важнейшей продукции и не дает выпускать больше, чем положено. Ну, сами посудите. Мы раньше выпускали 260 тысяч тракторов разных модификаций. Сейчас 4,5. У нас 76 тысяч комбайнов взрывоуборочных было. А сегодня 5-6 тысяч в год было выпускать. Станки металлорирующие. 74 тысяч станков выпускали в год. Сейчас 5, 6, 7 тысяч и все. Мы все уничтожили. Ладно, во время приватизации 80 тысяч предприятий было уничтожено. Сейчас каждый год 400-500 предприятий наших советских работающих закрываются. У нас за год пандемии в прошлом году закрылось 240 тысяч предприятий. Ну, вы понимаете, сегодня предприятием считается любое юридическое лицо. Но сама динамика вызывает удивление. вот если в 2014 году у нас было 7 тысяч зарегистрировано предприятий, 7 миллионов предприятий, то сейчас осталось 4,5. За последние три года у нас число предприятий сократилось на 1 миллион 360 тысяч. Только в прошлом году 240 тысяч закрылось. Но ведь это не открылось, это закрылось. Это значит люди попали в безработные, а их правда переквалифицировали теперь в самозанятые. Ну, находчивый народ у нас. Ну и потом, почему не выйти из ВТО? Великобритания вышла из Евросоюза, американцы вышли из Всемирной Организации Здравоохранения, вышли из договора ПОПРО. Им не нравится, они выходят. Зачем мы уничтожаем всю свою индустрию только в угоду Всемирной Торговой Организации? И вы понимаете, вот когда начинаешь говорить с Мишустином, с министром финансов, с Путиным, к сожалению, разговора не получается, потому что он пришел, выступил, помахал ручкой и ушел. Вопрос ему задавать не принятие, не положено и нельзя. Ну, наверное, потому что он на них ответить не сможет. А то, что это он по телевидению выступает, это все, знаете, это не прямая линия. Ну, попробуйте сами записаться, вы сами увидите, как туда можно записаться и задать вопросы. Там так все рафинируют, что оставляют только те вопросы, на которые есть ответ. Вот все время ощущение такое, что вот кто-то там руководит наверху, а премьер-министр не знает, что в нашей стране делается. А это все международные организации, вот эти вот. Ведь они созданы были как раз для того, чтобы обслуживать золотой миллиард. Вот они и обслуживают. Им плевать. Вот сами посудители вот наша Прибалтика ушла, там бывшие страны народной демократии все лаптем щихлебают. Вот они ушли туда, Латвия полностью раздарена. Даже им рафс запретили производить. Они производили шпроты, только у них и шпротную фабрику закрыли, чтобы она не мешала. А там помните фотоаппарата выпускали, велосипеды, машины, рафы выпускали ничего нет. Молодежь сам уехала на запад, они думают, что один турист поет. Какие туристы? Кому они нужны? Эстония тоже самое, живет за счет транзита нашего газа, за счет ледокольного флота. Теперь мы начали ледокольный флот сами делать, от них отказываемся, их портами не пользуемся, все, они подняли руки кверху. В Литве тоже никого не осталось. Я был в Венгрии недавно, это исключительно аграрная страна. Вы помните, они же и карусы выпускали тогда, выпускали магнитофоны, велосипеды, ничего они не выпускают. Они теперь только исключительно работают на винограде, вине, овощах, выпускают вдвое больше продукции, продают и этим живут. Но вы представьте себе, у них нет никаких природных ресурсов. они живут исключительно крестьянским трудом. У них ипотека беспроцентная, а у нас 11,5% получаешь, покупаешь одну квартиру, плачешь за три, а у них беспроцентная, а в Белоруссии два процента. Значит, в той же Венгрии платишь треть за квартиру и вселяешься в нее. Рождается первый ребенок, на треть тебе сокращают долговые обязательства. Рождается второй ребенок, еще на треть сокращают за. Получается, ты квартиру покупаешь за одну треть ее стоимость. А у нас как? А у нас вы сами знаете, как даже разговаривать не стоит. И хвалится. Вот мы понизили ставку до шести процентов и вот может быть до семи доведем. Как не стыдно. Четыре процента инфляция. В Белоруссии при инфляции три процента, ипотека два процента. Ниже. А у нас даже здесь стараются обжурить людей за семь процентов ипотек. Банковский сектор. А почему у нас при даже ключевой ставке пять процентов кредит отдают под двенадцать, под четырнадцать процентов, под пятнадцать. Где такое есть еще? Ну во всех странах мира выше ставки рефинансирования там банки берут два процента, процента, не больше. Почему у нас десять процентов берут? А вот почему вот недавно отчитывалось Набиуллина, я ей задал вопрос. Вот вы распродали наши коммерческие банки. Сейчас Государственная Дума приняла решение распродать еще и страховой рынок. А вы на что надеетесь? Какая необходимость вообще продавать наши банки, страховые компании? Зачем это нужно? Оказывается это Международный валютный фонд приказал ввести иностранных инвесторов в нашу финансовую систему. Значит страховой рынок ну мы все время думаем о страховании жизни, а это не обязательно, мы никогда не страховали и никогда не заботились об этом. Нет это страхование прежде всего медицинское это медицинское страхование это мы все подпадаем под иностранную пету это ОСАГО КАСКО это практически пользуются все и теперь хотите вы не хотите это достается иностранцам и они задушат просто просто задушат так же как задушили в банковском секторе. я ей задаю вопрос почему вы допустили иностранцам банковский сектор в Китае государственный сектор полностью 100% она говорит ну в этом нет трагедии там всего 13% иностранных инвесторов да 13% по численности вот в количестве банков у нас сейчас 460 13% это вот с иностранным капиталом в остальные банки иностранный капитал не идет а если бы она набрала процентах от капитализации этих банков тогда был бы другой разговор Сбербанк мы считаем с вами государственным а там 48% акций Соединенных Штатов и Великобритания то есть он только наполовину наш а наполовину американский в ВТБ 49% и опять большая часть там 42% американско американцы сидят и какой не возьми вот возьмите все системные банки кроме ВЭБ Внешэкономбанка там кругом сидят американские инвесторы вот почему у нас высокие кредиты они специально задирают эти кредиты чтобы мы брали деньги там на западе и мы уже набрали 470 миллиардов долларов потому что здесь взять нельзя мы едем в Германию в Австрию куда угодно и берем там под 5% годовых своим они дают под 3% а нам дают под 5% так можно вот у нас на сегодня золотовалютные резервы 600 миллиардов долларов а Мишустин выступает и еще фонд национального благосостояния почти 14 триллионов рублей 18 триллионов у нас доходная часть бюджета почти целый бюджет накопили это бюджетные деньги и при этом они говорят что вот в результате ковида нам придется ну где-то около 8 миллиардов долларов занять за рубежом вот вот вы сами люди вот если у вас дома лежат деньги там допустим 100 тысяч вы пойдете 20 тысяч соседок под процент занимать не пойдете вы будете использовать свои зачем возьмешь 20 тысяч отдашь 40 зачем вы так делаете а вот у нас в государстве все так делается зачем ответа нет и президенту задавал лично я задавал вопрос и Мишустину и Медведеву бывшему и Минфину бесполезно но у меня только одно подозрение либо эти банки принадлежат тому же за убежом Мишустину и этому министерству Минфину и они сами у себя берут государственные кредиты ну такое у нас и внутренней страны было либо это опять по указке международного листового фанта вот это вот все вы понимаете вот мы вносим закон о национализации я два раза вносил закон о национализации а Мишустин делает постановление о приватизации последней государственной собственности мы говорим о выходе из ВТО а они влезают еще большую зависимость в другие международные организации и не хотят выходить из ВТО то есть вот все нацелено на то чтобы Россия никогда не подняла с колен вот все сейчас будем вечером встречаться с предпринимателями кредиты недоступные нигде не возьмешь ад Набиулина говорит а почему надо жить обязательно на кредиты ну почему надо обязательно жить в долг но пусть живут за счет своих денег но вы меня извините 68% инвестиций это собственные деньги наших предприятий но просто их не хватает у нас налоги налоги такие что этих денег не хватает надо еще брать какие-то долгосрочные кредиты в банках а как это брать когда там такие цены что ну просто у нас рентабельность 8% а кредит это под 13% но никогда эта прибыль не даст вернее эта рентабельность никогда не покроет затраты по процентам по кредитам но нельзя ждать и куда ни кинем везде клин вот сегодня вот то что я вам сказал это все существует на самом деле вот если мы на этих выборах не победим они разрушат страну они ее разграбят растающие потому потому что это не люди это жулье которое надо гнать из страны они в принципе уже все одной ногой там у них у всех имущество за рубежом и гражданство двойное получили у депутатов и когда конституцию принимали мы же хотели заношить чтобы и депутаты и члены Совета Федерации и губернаторы все имели гражданство российское и чтобы имущество было в России и вклады были в Россию нет не прошла эта штука это прошло только в отношении президента а всем остальным запросто у нас депутат может быть иностранцем он может иметь зарубежное имущество может все что угодно иметь свобода только вот я никогда ни в одном парламенте мира не видел ни одного русского чтобы какой-то русский пришел как иностранец был бы у них в парламенте это только у нас возможно такого нигде не бывает поэтому сегодня чтобы изменить это все нам конечно надо чтобы коммунисты победили потому что ну говорить вот из всех парламентских партий ЛДПР ну она как сателлит Единой России она голосует так же как и они справедливая Россия ну что вы хотите Миронов от имени Единой России почти 10 лет возглавлял Совет Федерации ну какой он носитель социализма он никогда и не был мало кого это партия и состоит исключительно из миллиардеров поэтому тут хочешь не хочешь у нас одна надежда это проголосовать за коммунистов чтобы было ну и большее количество там если опять большинстве окажется Единой России они разрушат страну самое плохое вот тут многие пенсионного возраста а многие молодые вот они сейчас уже готовят закон о том чтобы мы в пенсионный фонд отчисления производили сами вот сегодня работающие люди у них пенсионный фонд деньги отправляет работодатель а они сейчас говорят да не надо давайте снимем эту обязанность с работодателя пусть работающие сами получил зарплату и отчисляет в пенсионный фонд но это сделано специально для того что зарплата у нас крошечная и когда человек ее получит он не будет ничего отчислять в пенсионный фонд это значит люди останутся без пенсии вот что они вынашивают под этим ну и задумок у них достаточно много это то что сейчас говорят там детям поможем вот они в прошлом году обещали тем людям которые потеряли работу мы по 3 минималки выплатили ничего не выплатили мы детям поможем помогли 2 раза по 10 тысяч выдали за весь год а что такое 10 тысяч это прожиточный минимум одного ребенка и что на эти деньги можно что-то решить что-ли ничего нельзя решить просто мы свыклись с этой нищетой даже не то что прошлый год я уж не беру а 19-й год по 19-му году у нас 45 процентов населения это почти половина имели доходы меньше 15 тысяч рублей что такое 15 тысяч рублей это смешно таких зарплат вообще за рубежом нигде нет почему мы должны на 15 тысяч жить сейчас президент не стесняясь говорит надо покончить с нищетой надо сократить количество нищих в два раза откуда они взялись у нас в советское время не было нищеты откуда же она взялась эта нищета благодаря политике Владимира Владимировича Путина вот она и оказалась нищета вот сейчас мы же очень сильно выступали против нового исчисления прожиточного минимума ведь раньше как раньше составлялась потребительская корзина вы могли в интернет зайти и посмотреть что входит в потребительскую корзину сколько вам хлеба надо в день сколько мяса надо в день сколько овощей сколько молока сколько чего это было понятно теперь говорят нет это неправильно чтобы нам сократить нищих в два раза а нищий это тот кто живет ниже уровня прожиточного минимума и решили прожиточное минимум делать по медианным доходам ну голову чтобы не порочить вам то есть медианный доход помните из геометрии медиана она делит катит пополам на середину падает так вот с этой стороны нищие с этой стороны богатые а посредине получается та цифра от которой берется только 34 процента и это является прожиточным минимумом но самое плохое то что вот эти могут богатеть а эти могут обмещать богатые а средина остается на месте она не повысится и не понесется и вот на этом они не хотят сыграть и я боюсь что у нас в ближайшее время мы разбогатеем только на бумаге остальных жить еще хуже чем жить я наверное закончу если есть вопросы я то не друзья давайте у кого есть подготовленные вопросы кто-то хотел задать вопрос значит сегодня давайте мы откажем почему потому что да пожалуйста конечно я думаю можно сидеть да сядь 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 жарко Николай Васильевич у нас детей войны волнует вопрос о льготах детей войны нам уже переводило за 80 когда это будет решаться вопрос на федеральном уровне по Калмыку мы решили 5 лет нашей пенсии а что у нас у нас в Калмыке нет промышленности нет сельского хозяйства ничего нет мизерной пенсии или Калмаку платить такую дорогую или питаться а лекарства сами сколько стоит когда решим этот вопрос мы на вас надеемся Николай Васильевич ну закон у нас внесен это уже 10 9 5-й закон его в осеннюю сессию даже не включили в весеннюю значит мы сейчас ведем переговоры с правительством Мишустин вроде наконец-то но услышал нас деньги у них в фонде национального благосостояния есть осенью придут новые депутаты закон внесен но сразу в октябре месяце будем стараться этот вопрос поднять чтобы на федеральном уровне он был и чтобы не было так как он в Ленинграде 5 тысяч в месяц прибавили а у вас 500 а невзгоды во время войны были у всех одинаковые даже те кто в тылу кто где бы не жил везде были невзгоды поэтому у нас этот закон и вообще этот вопрос детей войны самый приоритетный во фракции коммунистов ну придут новые депутаты мы этот вопрос с повестки дня не снимаем будем проталкивать и на региональном и вот за седьмой созыв нам все-таки удалось в Калмыкии и в Астрахани такие законы провести и в Волгограде даже регионального закона нет хотя Волгоградская область ну немножко побогаче чем Калмыкии и Астрахани почему стал не слышно по 5 тысяч ежемесячно получаем почему такое отношение Калмыкии и Астрахани мы живем единым федеральным законом почему права у нас разные ну вот видите 122 закон который в 6 году был выпущен он тогда у нас были все льготы федерального уровня они взяли оставили участников войны этих инвалидов войны героев Советского Союза они оставили на федеральном уровне а всех остальных сбросили в регионы а в регионах если денег нет в регионе значит льгот нет и получилось так что у одних льготы есть а у других льгот нет вот даже многие пенсионеры пишут в одном регионе есть транспортная льгота а в другом транспортная льгота нет у нас нет льгот вот все зависит вот так вот сбросили ну это вот ростовщическое отношение к людям главное сэкономить деньги а не предоставить людям какие-то условия люди благодарны что перед нами выступили объяснили все встану нашей социальной жизни экономической жизни и конечно очень страшно становится очень страшно и даже не верится в светлое будущее но тем не менее дети колыбки хотим жить и хотим пользоваться льготами ну вот вы сказали в Астрахани вот нет но в Астрахани в свое время репрессированным людям выдали бесплатно землю а у нас республика она и репрессирована а сейчас наверное большая часть населения это дети войны мы бы тоже хотели как дети войны как репрессированные тоже получить землю бесплатно а то знаете семья у нас очень дорогая и вы знаете что у нас климат очень критический почему-то население которое живет допустим на севере они пользуются льготами как крайняя северная зона там объявляется когда минус 50 градусов там объявляются критические моменты и через каждый час объявляется объявляет чтобы детей не пускали чтобы безнадобности не покатили а у нас вот сейчас 45 градусов а бывает и 50 и бывает и выше поэтому я считаю что наша республика находится тоже в критических климатических условиях и мы жители должны пользоваться какими-то льготами наше население вы знаете они никогда не лезут никогда не выставляют свои такие критические бои терпят мы терпеливые люди наше поколение такое наши предки привыкли вот такую же оружить все терпим и тем более еще перенесли тяжелые сибирские годы наши родители никогда ни о чем плохо не говорили у них хорошо были рсты закрыты на три замка они никогда плохо ни о ком не отзывались и никому об этом не говорили и мы даже росли в Сибири и не знали почему мы в Сибири живем а только стали знать когда уже кончили школу когда стали ознакомиться с историей страны с историей республики поэтому я считаю что именно дети калмыкии дети войны мы должны пользоваться льготами наравне со всеми наравне как все дети войны Сибири потому что вернее всей страной России потому что мы дважды потерпим дважды мы переносим на себе такие тяготы жизни спасибо у меня будет просьба вы представляете представляете слово например представляете сразу чтобы у нас было понятно сегодня понятно что Николаю Васильевичу будут вопросы которые касаются именно той категории наших граждан нашей Российской Федерации которые относятся к детям войны в связи с тем что он является председателем чиросиско-общественное движение для детей войны я думаю я думаю что это тоже но у нас еще разные вопросы и по репрессированным вы знаете по территориальным у нас есть вопросы которые необходимо решать на федеральном уровне почему потому что и те наказы которые вы сегодня там сформулируете сделаете Николай Васильевич все это отредактировали и все и это ляжет естественно программа нашей партии спасибо однажды ко мне на прием пришел один мужчина и сказал буквально так вы коммунисты наши палачи он говорит я он руководитель репрессированных он говорит вы коммунисты наши палачи но мы будем голосовать за вас потому что больше голосовать не за кого ну наверное какая-то доля правды в его словах есть потому что на сегодняшний день наши власти боятся всех потому что надо платить репрессированным надо платить инвалидам надо платить детям надо платить а платить не хочется ну не хочется потому что самим мало у них же только миллиарды рублевые а надо чтобы долларовые были поэтому жадность до бесконечности вот это слово жадность только недавно вышло на свет из уст Мишустина но некоторые обиделись что они не жадные а прочительные поэтому я понимаю что вот нам не надо принимать никаких законов ни по репрессированным ни по каким другим у нас понимаете законами все уже отрегулировано просто правительство не хочет исполнять вот у нас законам законами мы приняли еще в 97 году законы о выплате задолженности Сбербанка по советским вкладам все законы есть но ежегодно в бюджете каждый раз Единый Российный делает оговорку что перенести эти выплаты на следующий год на следующий год и на следующий год и вот уже 30 лет мы относим ну явно люди значит одно хотят чтобы вымерло это поколение и наследники уже бросили все эти сберкнижки и больше бы не получали ничего значит закон это в общем-то есть но даже в прошлом году когда объявили пандемию надо было объявить поскольку карантин запрещал работу надо было объявить чрезвычайную ситуацию тогда государство обязано выплачивать все убытки как это было сделано и в Германии и в Америке везде а у нас как сделали а у нас никакого чрезвычайного положения не вводили запретили и все и так это смешком отделались а разрушили 240 тысяч предприятий на полтора миллиона увеличилось количество безработных это только из-за того что у нас ну правовой механизм в стране не действует не действует а поскольку ни суд ни прокуратура не вмешиваются в эти дела а тогда кому жаловаться ну кому не исполняются элементарные законы не исполняются конституционные положения вот даже по пандемии по этой я написал генеральному прокурору месяц назад до сих пор ответа нет нельзя принуждать людей делать вакцинацию но принуждает также и здесь по репрессированному есть закон его надо выполнять но дело в том что этот закон касается местных органов власти а у местных органов власти денег нет и все и он не исполняется а исполнять надо я не представилась но хочу вам представиться я в области не видно в течение 35 лет я руковожу клубом на год не пометит как раз касается детей войны у меня такой вопрос почему республика одна а в районах 20% безводные а в городе мы в питьевой покупаем и для того чтобы стираться купаться тоже плотим кто это решит вопрос республика одна обширная зона одна а где-то в районах есть или год и 20% это уже году мы используем два раза покупаем питьевую и с крана и плотим за ту и за другую куда это обратиться кому еще писать ну кому главе администрации надо обращаться чтобы они ввели вот эти безводные по всей республике но это требует определенного но я права права конечно я даже помню в советское время цаганомали шкипер на причале получал безводные а теперь люди континентальные у которых нет воды а они безводные не получают я 130 рублей за 2 канистр плачу еженедельно ну вы понимаете они не хотят платить не хотят платить ну заботу надо исполнять он же есть заботу вот я вам говорю у нас нет правового государства если бы было правовое государство то можно было бы потребовать кого-то а то никто не спасибо начать Александр Викторович Кабакова Виктор Александрович представитель собрания депутатов Севско-совет Морисенского муниципального образования значит проблема такая кричат там и Путин и все в руках о том что мы даем места власти чтобы вы там как с народом Севско-света забрали ну я начинаю впечатляю было когда-то были регистрация брака это была такая традиция красивая когда собиралась в клубе весь наше село и поздравляли новобрачную забрали передали в район теперь чтобы делать новобрачную регистрацию он должен с этого села откуда-то ехать за 30-40 километров и там делают регистрацию умер человек забрали отдали федеральный закон я говорю может быть как-то на местах начнете значит вы хорошо сейчас отприняли у меня умерла я должен в течение трех день поехать и решить вопрос взять справку я говорю извините меня вы вообще охренели за три дня я тут мать лежит я должен возле нее крутиться я должен за три дня к вам приехать ну сейчас это убрали за три дня хотя слава богу люди начали причем протесту прописки выдают а тебе еще то же самое что проблема ничего не изменилось если посмотрите как у нас был представитель совета зам и бухгалтер они так и остались и эту работу они выполняли в то время и сейчас мы ее прекрасно выполняли но вот это на федеральном законе это убирают кому это надо убирать у нас то есть мы сидим там как балансик который присылает мы собственно обсуждаем и это называется оптимизация вот они дооптимизировались у них денег не хватает поэтому они решили некоторые полномочия забрать по усел и передать на районный уровень но боролись мы как могли вот этот 31 закон его латали латали перелатывали сколько угодно но полномочия забрали но я вам так скажу эта оптимизация она не закончена у нас в конце концов наверное скоро сел не останется останутся только районы вот ваши соседи черный я все села перевели в один сельский совет который в черном яру находится то есть все полномочия сел забрали вообще и теперь за справкой за какой-то за регистрацией поезжаю в районный центр потому что в селе уже никаких полномочий ни у кого нет даже глава администрации ну это безумие какое-то я не знаю но опять это все упирается в одно ну давайте мы прогоним эту единую Россию ну давайте порядочных людей куда изберем чтобы не делали они вот этого ведь они экономят почему они всех все администрации уничтожили в селах ну чтобы денег не платить чтобы сэкономить ну а они о народе подумали а как народ будет вот такую жару без транспорта без общественного без зарплаты без всего поезжай вот там сиди в очередях жди когда тебе выпишут чего-то ну их от не волнует им главная оптимизация они школу оптимизировали больницы оптимизировали все оптимизировали вот а в результате у нас теперь ни здравоохранения ни обучения ничего нет с нашей партии едино россии коммунистов продвинем их пожалуйста только коротко пожалуйста 1927 года да 12 лет продали эти пенсии до сих пор не решены факты 1927 года 1927 года МВД допустили эти беспорядки а нам пенсии не добавляют в чем дело я не понимаю уже 25 лет уже прошло все понятно пенсии это как пенсия МВД пенсия МВД ты 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 значит у нас по положению значит закон у меня лежит по этому вопросу но он не рассмотрен уже два года значит у вас пенсия была 70% нормально да 70% в денежном содержании каждый год на 2% она увеличилась до 100% они теперь взяли и решили по другому они прибавили эту пенсию на 12% и прекратили индексировать ее поэтому военнослужащие теперь стали обделены есть у меня поправка которую которую я еще два года назад внес для того чтобы вернуть все назад ну Единая Россия не рассматривает не выносит ее на рассмотрение хорошо еще у меня вопрос в этом году у меня спонси инспекции да документы собрали они здесь лежат мне отправлено в Москву в угаду 75 лети юбилея все понятно но это вопрос не решается здесь значит где Манкуру здесь мы приняли решение да ну все решение принято все решение принято наградим конечно не вопрос значит я хочу рассказать ответить сам все наградные материалы идутся через первичную партийную организацию и районы муниципальных ой районы комитета партии и для Лесецкой городком все подаст что мы вполне поднимем наверх значит наградим вопросов нет значит это просто расторгнуть первых секретарей городского комитета партии значит тоже не работают балбесничают ходят когда человека знали что человек на 75 лет его надо было за месяц подготовить документы и все вопросы порешать вот все вопросы к ним понятно давайте пожалуйста по воде попали по воде значит по воде вопрос будем решать значит там сейчас мы организовали комиссию которая возглавляет Валентина Терешкова я состою в этой комиссии по вопросам водообеспечения потому что европейская часть вся страдает от безводия у нас Крым у нас Волга у нас Калмыкия у нас большие проблемы в Краснодарском крае в Ставропольском крае поэтому здесь решать надо вопрос глобально у нас лежит закон по использованию подземных вод значит его Единая Россия рассматривать не хочет проблема заключается вот в чем на сегодняшний день Калмыкия и Астрахань наверное в эту категорию не входят дело в том что в Астрахань там нет подземных вод они горько соленые это же морское дно поэтому там колодцы не копают там в утречную воду но вы можете себе представить что за воду астраханцы спьют потому что вся канализация неочищенная сливается в Волгу там уровень концентрации тяжелых металлов превышается в 12 раз предельно допустимую норму поэтому и там проблема и с водохранилищем проблема и проблема в том что на сегодняшний день каждый дачный участок бурит скважину и выкачивает подземные воды в результате мелеют озера мелеют реки не хватает воды вот эта проблема решается тем законом который мы внесли просто на сегодня никто разбираться в этом не хочет там проведены все расчеты что надо сохранять подземные воды только для того чтобы у нас не обсохли реки и озера потому что Волга она питается в Алдайской возвышенности а на Валдае уже проблема с водой в Ярославле не в Астрахани а в Ярославле уже там Волга стала не судоходной ее нет поэтому Калмыкия входит в эту проблему мы будем решать эту задачу кто бы из депутатов не был потому что мы относимся к сохранению природных богатств как собственно единой Россия к сожалению очень долго не вникает в эти проблемы им главное воровать а решать какие-то проблемы насущные для народа они не способны Ладно понятно все если нет вопросов у нас осталось буквально 5-10 минут нам еще надо переехать на встречу на следующую встречу если нет вопросов то я бы хотел поблагодарить Николая Васильевича за отчет который он сегодня предоставил нам перед активом партийным республиканским но хочу сказать вы знаете о том что на прошедшем съезде второго этапа в 18 съезде Николай Васильевич выдвинут кандидатом депутаты по 7-му по-моему территориальной группе по 7-й территориальной группе куда уходит республика Калмыкия Астрахань и Волгоградская область значит он возглавляет эту группу значит еще 2-3 человека это значит Нуров Николай Ильич значит Бушиев Санал Валерьевич и Цимбалов Сергей Александрович мы находимся в этой группе от Калмыкии вот поэтому вот на сегодняшний день мы начинаем свою работу не только значит сегодня в городе вести ну и по районам нашей республики я думаю что вы еще увидите всех кандидатов значит кроме этого я хочу вам сегодня представить значит по одномандатному обругу значит в Калмыцком одномандатном национальном обругу виден этот наш молодой коммунист Санал Валерьевич Бушиев вот пожалуй сегодня хочу вам представить коммунисты решили таким образом что надо необходимо молодых ребят значит готовить кадры будущие чтобы они учились как работать значит на федеральном уровне на республиканском уровне значит и вот те проблемы которые вы сегодня говорите значит так чтобы они впитывали сегодня слушали это дело и сердцем так сказать прочувствовали те беды которые у нас сегодня на территории республики Калмыки находятся и там на федеральном уровне защищали интересы населения республик Калмыки алмыцкого народа который здесь сегодня проживает как сегодня у нас ветеран сказала что в таких климатических условиях почти такие же как на окраине в севере к сожалению мы теряем свое здоровье и здоровье не только старшего поколения но и наших детей будем говорить открыто поэтому в этом отношении вот вам молодые люди которые сегодня пойдут на выборы они должны все это дело поднимать на федеральный уровень и защищать интересы республик Калмыки поэтому всем вам спасибо большое что вы пришли задали свои вопросы дай вам вам здоровья я прошу чтобы вы берегли себя